Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru Кто-то из блогеров пометил мою страничку, поэтому я увидел, он написал, что вот Шамиль Аляудинов активно рекламирует пост «Все-таки решусь, рискну здоровьем». Меня это, конечно, чуть задело, чуть рисковать здоровьем. Я сам, в том числе, живой пример и в самых разных ситуациях – и в дороге, и где только не было. Сейчас вспоминаю, наверное, один из самых сложных был – это когда мы летели в 92-м в Каир, в марте как раз на учебу, тогда в самолетах курили, если кто помнит. Да, в 92-м году, тогда в самолетах курили, когда вы идете на регистрацию, я с 91-го так получилось уже за границей бывал, в 92-м как раз вылетели, и именно Рамадан был, март месяц. И там, когда ты регистрируешь, ты говоришь, там у тебя курящие – не курящие места, курящие – сзади они были. И все равно, обычно даже некоторые из вас спрашивали, в пути соблюдать пост или нет. На самом деле, я всесторонник соблюдать. Потому что, если ты вошел в ритм поста, при правильном питании, я не знаю, я не вижу какой-то проблемы на самом деле. Ты, как путник, имеешь послабление. Но если вы соблюдаете пост, то это лучше для вас, даже в аяте сказано. Поэтому, у меня так не было, насколько я помню, чтобы это… И в самолете, вот это я конкретно запомнил. Сзади курят. Обычный самолет, там, 92-го года, это еще не Боинги. И даже Боинг, все равно бы запах был бы. И такой конкретный запах курева – это соблюдаешь пост. Помню, мы еще вот эти пластиковые еду взяли с собой, чтобы уже вечером разговение сделать, но когда прилетели уже в Каир. Потому что, когда мы прилетели в Каир, оказалось, нас никто не встречает. Тоже интересно. Это отдельная история. Поэтому, и вот там в комментариях, в Телеграме один человек написал. Ну да, там не всякому подходит пост, вот я там заболела или заболела чем-то, потому что переедала. Ну хорошо, что ты сказала – переедала. А то получается, как будто из-за поста заболела. Ну невозможно из-за поста заболеть. А если ты жрешь, как слон, то есть ты по конституции мышь, а жрешь, как слон, ну тут пост вообще ни при чем, ну вообще ни при чем, ну куда в тебя столько влезет. То есть, поэтому здесь и даже один написал, что вот там какой-то японский ученый, что какие-то клетки в организме только при голоде организм их уничтожает. Я там не знаю подробностей, но я сторонник того, что да, наоборот, чувство голода, то есть ты правильно питаешься, когда ты объедаешься, ты ни туда, ни сюда, ничего делать не можешь, ни тело не слушается, ни голова не слушается. Ты так оптимально питаешься и какой-то период времени ты реально… Но опять же, я не скажу, что голоден. Это другой момент. Я не скажу, что голоден. Я не испытываю голода. И на фитнесе бывал именно последние два часа, когда уже голова не работает перед ифтаром. Я на велосипеде ездил и утром, и вечером в Рамадан. И вчера пошел, мне нужно было на Кутузовске, целый час пешком уже ближе к ифтару. Абсолютно нормально. То есть голод или что сохнет во рту, но нет такого вообще. Просто нет. Мозг, то есть мы своим намерением даем команду. То есть мозг, это сейчас уже нейробиологи говорят, мозг всем управляет. Будешь бояться, он будет тебя вот так вот трясти, вызывать твой голод, я не знаю, еще что-то там. У кого-то галлюцинации, у кого-то панические атаки и так далее. Это все мозг. Это не наше здоровое тело. А если ты имеешь намерение, то есть ты знаешь, что, чего, почему, вот эти вот моменты, пункты, ты имеешь намерение, все, соблюдаешь просто, у тебя мозг определенным образом включается. И даже когда ифтар, ну, вы же тоже сталкиваетесь с этим. Но я не знаю, может, у меня так особо. Ифтар, вот я прямо сейчас быстрее воду пить. Нет такого состояния. Поэтому даже в хадисе говорится, не задерживайте ифтар. Ну, потому что такого состояния, что вот сейчас быстрее бежать, есть и пить, нет. А постепенно от дня к дню наш желудок уменьшается. И вообще в большом количестве еды потребность резко отпадает. Поэтому здесь никто ничем не рискует, соблюдая пост. Нужно просто грамотно это делать. Ну, давайте, я это собирался в конце сказать, несколько пунктов касательно как раз поста, кратко о посте, что постоянно спрашивают. И вот в комментариях. Ну, сейчас Телеграм, там комментарии мы включили в канале, и люди спрашивают порой. Ну, все то же самое, все. Лечить зубы можно или нельзя? Можно. Почему нельзя? Можно. То есть даже если ты не соблюдаешь пост, ты не глотаешь все вот эти жидкости, там все. Здесь то же самое. Ну, что-то там, что-то показалось. Да это вообще неважно. Тебе говорят, сплюньте, сплюньте. Лечишь зубы – все нормально. Сделают тебе заморозку. Да? Это никакого влияния на твой пост не оказывает вообще. Лечению зубов нет проблем. Капли. Я как раз, у меня по чекабу обследовался зрение. Закапывают, то есть так редко сталкиваешься. Так мне, по-моему, впервые в Рамазан. Закапывают, чтобы расширился зрачок. Да, в какой-то момент дошел вкус до горла. Я просто сплюнул два раза и все. То есть через глаз просто этот вкус лекарства сплюнул и все. Никаких вопросов, никак это не влияет на пост. Зрачки расширились, посмотрели, глазное дно – все. То есть человек во время поста не выпадает из всех самых разных ситуаций. Даже если человеку нужно сделать гастроскопию, он не ест ничего. Он просто эту камеру туда загоняют и обратно выгоняют. То есть, опять же, в этом году с этим чекабом я впервые это сделал. На самом деле, мне сказали, давайте мы вам анестезию заснете. Я говорю, зачем? Что такая ерунда какая-то. Но что-то она не совсем ерунда. Я уже делал, конечно, раньше, но видно, когда пост, потому что ты в 4, когда поел, до 4 ты поел, а в 9 у меня была гастроскопия. То есть там еще сказали, у вас чуть остатки еды остались. Он на голодный желудок делается. То есть просто чуть рвотный эффект внутри пошел. Потому что штука такая туда загоняется. Но в любом случае мне было приятно. То есть чуть от неприятных ощущений слезы из глаз выходят. Но в итоге это никак не влияет на пост. Опять же, я говорю тем, кто с этим сталкивается. Не нужно это переносить. Да, конечно, там один написал, вдруг понадобилось спермограмму сдавать. Вот спермограмму не получится сдавать. Вот это не получится. Да, это не надо. Это не получится. Вот. Капли любые. То есть гастроскопия. Не вопрос. Это вы ничего не едите, ничего не пьете вам туда. Ну ничего. Капли в нос – то же самое. Те, у кого астма, спрей, никакого влияния на пост не оказывают. Спрей – вопрос направления. Здесь только на местном уровне работает этот спрей. Вы ничего туда не заливаете. Капли в уши – то же самое. То есть через уши мы воду не пьем, мы уже не раз говорили. Часто спрашивают сдачи крови. Сдача крови как таковая вообще. То есть даже в сунне есть, что даже хиджаму иногда пророк Алейхи Садасарам делал. Ученые говорят о том, что хиджаба может ослабить вас. Я не сторонник хиджабы, но вы реально теряете большое количество крови. Зачем? Какой смысл? Но если вам нужно сдать анализ крови, пост никаким препятствием не является. Вы спокойно сдаете этот анализ крови из вены. У меня получилось, я тоже на прошлой неделе как раз в субботу сдал, первый, по-моему, день поста. Когда мне написали, что человек пришел в местное духовное управление, не знаю куда, он пришел и в духовное управление сказали, или какой-то имам в мечети сказал, что подмываться, уж извините, нельзя, сказали. Если вода попадет, то ваш пост недействителен. Ну, это же издевательство, ну, послушайте, мы в какое время живем. Даже 14 веков назад такого не говорили. В пустыне даже такого не говорили. Нет. И человек, который задает вопрос, он с пониманием задает. Я говорю, испугался. Сказали только бумагу использовать. Что за бред? Ну, что за глупость вообще? Мы этой частью тела не пьем воду, и оттуда вода не попадет в желудок. Не надо глупости придумывать. Но люди на полном серьезе в мечети где-то человеку так сказали. Другой интересный момент, такое еще ни разу не говорили, я не слышал. Это человек говорит, в нашем духовном управлении Муфтияти сказали, что кто задержит ифтар, ифтар. Человек грамотно пишет. Ифтар. Я думаю, Сухор имеет в виду. Ифтар. Я посмотрел еще раз вопрос. Кто задержит ифтар, разговение, на 10-15 минут, тому нужно восполнить пост. Ну, как так можно? И человек на полном серьезе, один из подписчиков пишет, что мне официальное лицо духовного управления, в каком, я не знаю, на постсоветском пространстве, сказали, что если ты задержал на 10-15 минут, тебе нужно заново. Глупость. Полная глупость. Ну, нет такого. Да, с точки зрения сонны нужно раньше разговения. Но то, что у людей бывают разные ситуации. Даже вчера у меня была разная. Мне попросили с клиники, пока доехал, попросили в шатер зайти. Там как раз день был, вечер Кыргызстана, очень хорошо все. Пока я дошел, омовение, уже Магриб. Но мне было лучше совершить Магриб вместе с джемаатом. Ну, я так решил, потому что как-то лучше с джемаатом Магриб. Ну, чего там несколько минут. И потом уже дошел до кабинета, выпил воду. Здесь в исламе нет, чтобы человек оказывался в каких-то глупых ситуациях, что это нельзя, то нельзя, тут сложность, там сложность. Нет такого. Пробовать пищу, но это тоже четко и ясно в мусульманском богословии есть. И в хадисах есть. Можно. Просто обычно никто с этим не сталкивается. Только если повар. Кто-то же должен готовить. Я просто не готовлю. Я не сталкиваюсь. Но кто-то же должен готовить. Опять же, даже кто готовит, соль примерно она кладется. Что ее там проверять. Если человек готовит, он знает примерно на объем, какая соль. Но человек просто попробовал, сплюнул. Все. Он не глотает, не жует, не ест. Это тоже обычно. Тоже говорили. Сказали человеку, что нельзя нюхать. Человек понюхал яблоко и говорит, это может испортить ваш пост. Но послушайте, даже если человек, который курящий, прошел мимо, ты вдыхаешь, не портит. Парфюмом пользуешься. Наоборот, в Рамадан больше парфюмом пользоваться. Но чтобы ваш мозг, тем более, если у вас интеллектуальная деятельность, чтобы он работал. Особенно парфюм какой? Включает мозг. Знаете, какой запах? Ну, насчет вуды, не знаю. Я не любитель вуды. Цитрусовые. Цитрусовые – они включают мозг. То есть в любом случае, с точки зрения Сунны и пророки, и сам пророк Мухаммад всегда – это приятный запах, приятный аромат. Это всегда. И поэтому и чистка зубов мисваком на протяжении всего дня, и парфюм как таковой. То есть это абсолютно нормально. А человеку даже умудрились сказать, что нюхать яблоко нельзя. Глупость полная. Ну, и как обычно, каждый год человек говорит, а вот мне сказали, что нельзя глотать слюну. Тоже это. Эти вещи, они вот так вот гуляют постоянно. То есть и люди таким необычным образом умничают и создают другим проблемы. А новички, они всего этого боятся, начинают от всего-всего опасаться. Нарушился. Будет принято, не будет принято. Так что пост прекрасен, пост полезен. Пост – это поклонение Всевышнему и одна из основных форм поклонения Творцом.